Вы понимаете, что есть женщины, которые несчастье притягивают, и плохих мужчин? Мало того, мужчины с одними женщинами распускают руки, не зарабатывают деньги, не уважают, отирают их немного. И те же самые мужчины, женившиеся на других женщин, которые себя уважают и любят, относятся к ним совершенно по-другому. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Сергей, еще один Сергей и Игорь. А невеста у нас Ирина. Ирина, 30 лет. Терпела измены, побои и унижения от мужа до тех пор, пока он не признался ей в том, что полюбил более молодую и красивую женщину. Ирина год назад приехала из Владивостока в Москву. Работает няней в частном детском саду. Гордится тем, что она единственная в семье и имеет высшее образование. Мечтает побывать в итальянском ресторане. Признается, что слово «мужчина» для нее закон. Ирина настороженно относится к красавчикам, обладателям творческой профессии и состоятельным мужчинам. Выйдет замуж за простого, работящего молчуна, который сможет полюбить ее сына и в нужный момент стукнуть кулаком по столу. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. А вы часто в своей жизни цветы получаете? К сожалению, нет. А можно я вам дарю? А можно я вас порадую и подарю вам этот букет цветов? Так можно. Спасибо. Да? Вам от меня. Поставьте и любуйтесь. Приятная девушка, Сергей. Ты не жалеешь, что из-за нее приехал в Москву? Буду бороться за нее, как кулак. А как в Москве оказались? Зачем? В 30 лет? Что вам здесь делать? Да, мы приехали с сыном вдвоем на поезде. С ума сойти? Да. Возможно было... Сыну сколько? Моему сыну 4 годика. Мне кажется, вдвоем они очень дадутся. Классно будет смотреться. Спасибо. Так вот получилось, что когда мы с мужем разошлись, вопрос стал остро, что ребенок, ребенка он хочет забрать у меня. Ну, я позвонила в редакцию. Давайте тогда по порядку. Да, позвонила в редакцию. В редакцию. Пусть говорят. Пусть говорят. Да. Вот нас пригласили. Такая тема, она очень устраивается. И дети. Пусть говорят. Но с РЗСБ нельзя выносить абсолютно. Сели на поезд, по времени посчитали, когда приехали. Ну, опоздали. Да, мы опоздали. И так вот, я не растерялась. У нас охранник у вас здесь и полиция. Мы обратились, куда может дальнейшее, что какие-то дальнейшие действия. А наши охранники же просвещенные. Да. Они выслушали и сказали, так это вам надо, давай пожениться. Да. И для этого вам... Пусть говорят, да? Да. Мы вам другого саниха найдем. Конечно. Вот видите, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Смотри, Серега, она прям женственная такая, настоящая женщина. Обаятельная. Так все-таки что с мужем-то случилось? Вот вы вышли замуж. По любви. Ребенок родился. Да, по любви. Очень полюбил этого человека. Все было здорово. И все было здорово, но как всегда. Пил, бил, денег не давал. И вы терпели. Сначала, когда мы начали с ним жить, он продолжал друзьями гулять. Но я потихонечку хотела его перестроить на семью. Потому что семья – это уже рамки, это уже обязательства. Это у вас все в вашей фантазии в голове. Это в моей фантазии. Там послушали, там прочитали, где-то себе придумывали. А в семье у вас происходило совершенно другое. Да, в семье было совсем по-другому. И все бы ничего, и вы терпели. Вы знаете, что так еще интересно получилось? У меня семья такая же, как и у него. Конечно. Отец пьющий? Да, у меня отчим был пьющий, но если он получал зарплату, то он мог все прогулять за один вечер. А мама что? Ну, моя мама работала на двух работах. Очень много трудилась. И так получалось, что на тот период, когда она была входная или еще что-то, отчим выпивала и еще на нее руки поднимала. А она ради семьи, ради нас, да, подчинялась. А она ради вас, чтобы вы видели. Утром рано еще приготовит, уберет, и еще ему. Да, и она, чтобы вы видели, девочки, к какому мужу нужно стремиться, к какой семье, ну, чтобы пил, бил, гулял, пропивал все деньги, она не разрушала этот брак, а я сохраняла его вам в назидание, да, чтобы вы повторили ее судьбу. Да, она хотела полной семьи, как я так спрашиваю, мама. Нет, полной семьи – это когда любящий, уважающий семью мужчин. Нет, когда он трезвый был, абсолютно был адекватный и нас очень любил, а я была вообще у него любимицей. Ну, поскольку он трезвый был, редко, так-то да. Мама очень любит семью, тянула, ну, можно сказать, на маме все, смотри, на двух работах работала. Ну, вот если бы он не изменял, вы бы по сей день были бы с ним, а тут он еще вздумал, такой вот, еще и изменить вам, да, загулять. Ну, да. И? Ну, она просто была молода, красива, я видела, я их видела вместе. И он вам прямо рассказал, а что у вас глазки загорели, что она была молодая и красивая, гордитесь, что ли, что он вам изменил с молодой и красивой? Нет, нет. Ну, хоть не с крокодилицей. И он вам прямо со слюной на губах рассказал, какая она молодая и красивая, похвастался? Нет, он говорил, что я некрасивая, я немолодая. А та молодая и красивая, он говорил. И вот вы ее увидели, соперницу. Да, я увидела, что он идет с ней под руку, хотя со мной так никуда не ходил, не гулял, ничего. А вы на шею-то ей не бросились, типа? Нет, я считаю, что женщина, она не должна лезть и бежать за мужчиной. А как вы себя повели? Я смотрела на нее и на него и посчитала, что это его выбор. И вот он когда домой-то нарисовался, вы не задали ему вопрос, что, мол, ты делаешь, у нас же семья? Нет? Не задали? Или задали? Нет, я не задала вопрос. Просто он собрался и ушел, и все. Ну, измена в жизни, это очень печально. Тем более после женитьбы уже ты определяешься в этой жизни, что ты нашел. И изменять, ну, это самое унижительное, что только можно сделать в этой жизни. А вот вы еще считаете, что женщина – это охранник семьи. Это что значит? Расшифруйте. Да, охранник семьи. Если в семье так получается, что мужчина, он зарабатывает, он кормит, то всю остальную миссию несет женщина. Она охраняет свою семью от посторонних там, неурядиц, я не знаю, каких-то вот… Если что-то мужчина не может, вот если у меня мужчина не может это сделать, я понимаю, ну, нет возможности сейчас, допустим, что-то сделать, то я пойду и найду или мастера, или еще что-то, но не буду ему говорить, что… Скажите, кто вам так замусорил ваше сознание? Кто вас так дезориентировал по жизни? Кто вам сказал, что роль женщины – это молчать, терпеть унижения, побои? Кто вам придумал вот эту роль охранника в семье? Кто? Скажите, пожалуйста. Вы же дочь матери, ну, когда-то перерывы были у нее между работой и побоями с собственного мужа, да? Ну, чтобы вам сказать, доченька, не повторяй моих ошибок. А если увидишь, что распускает руки, с неуважением к тебе относится, беги от него к чертям. Не говорю, да? Женщина не должна быть охранницей семьи, она должна охранительницей очага быть. Но она, мне кажется, все перенесла от своей мамы. Вот вы сами понимаете, что вы себя неправильно вели в семье? Да, и сейчас это осознаю. Ну, вот, например, по парочку. Ну, единственное, о чем я осознаю, то он приходит от друзей и говорит, вот, любимая, там, хочет меня обнять как-то так, попросить прощения. А я говорю, все, отойди от меня, не трогай меня там. А он прям заходил и говорил, любимая, прошу у тебя прощения, что я с друзьями задержался. Ну, не совсем так. Или это опять ваша фантазия? Он приходил вам в лоб сразу так, прямо с порога. Говорил, что встала здесь? Ну, да. Старая и некрасивая, у меня вообще там молодая. Тогда говорите, как все есть, что вы себе фантазируете сейчас? Ну, да. А вот мама-то чего? Она знала вообще, что происходит? Да, мама знала. А не защищала? Да, она говорила, что так нельзя, но у меня ребенок. Лариса, скажите, вы сейчас замужем? Нет. Расстались с этим отчимом, да? Нет, почему? Он меня обеспечивает, деньги шлет, помогает. Отчим? Да. То есть, когда вы вместе жили, он вас не обеспечивал, не помогал. А когда вы сейчас от него уехали в Москву и здесь живете, и вдруг он стал вам присылать деньги, помогать. Это тоже вот такая фантазерша, видать, да? Он из-за меня помогает, потому что у меня ребенок. Девочки, давайте так. Вы рассказывайте все, как есть на самом деле, ладно? Хорошо, потому что я в такие сказки, конечно же, не верю, такого быть не может. Ларис, а вы что в Москве забыли? Вот вы сюда приехали. А с ребеночком сидеть. Подожди секундочку, я же без переводчика могу пока. Ларис, вам сколько лет? 52. 52, хорошо выглядите. Мама очень даже молодая, видимо, что добрая. Молодец. Я бы даже не сказал, что это ее мама. Есть еще дети у вас? Есть. Старшие, младшие? Младшие. Сколько кто? 25. Девочка, мальчик? Мальчик. Там остался? Да. 4 волосы мне. Молодец. Скажите, а мальчик от отчима или тоже от другого мужчины? От отчима. Это Ира Ночим. То есть общий ребенок, ваш сын с отчимом остался, с Иринином? Да. Ага. Вот они сейчас там вдвоем колбасятся, да? Я бы не хотела вообще так... Так вы с ним расстались, не расстались? Нет, я бы не хотела это вообще-то обсуждать. Почему вы не хотите? У вас ребенок сидит, ваш, с изломанной судьбой, с совершенно исковеркиным понятием, что хорошо, что плохо. Вы держите на руках будущего мужчину, которому не знаете, что дать. И вы говорите, вы не хотели бы. А что бы вы хотели? Какого счастья для своей дочери хотели бы? Ларис. Ну, хотела, чтобы у нее все благополучное было, чтобы не распускали руки, не обижали ее. Смотрите, когда ее муж распускал руки, она даже не могла к вам прийти и пожаловаться на него, потому что от вас толку нет никакого. Вы не защитник. Вы не самка своим детенышем, понимаете? Вы не мать им. Потому что самка защищает свое потомство. А вы... Вот у вас сидит девка и рыдает, понимаете? Она защитой приехала искать там у Андрюши Малахова. Здесь мы поможем, как сможем, естественно. Мама сама в жизни может определиться. Сочи мамы вообще непонятно, что происходит. Он там. Ее младший сын тоже там. Она здесь. А зачем она вообще приехала? Вы понимаете, что есть женщины, которые несчастье притягивают и плохих мужчин. Мало того, мужчины с одними женщинами распускают руки, не зарабатывают деньги, не уважают, утирают ахнем ноги. И те же самые мужчины, женившиеся на других женщинах, которые себя уважают и любят, относятся к ним совершенно по-другому. Вот я понимаю, что вся проблема, Ларисочка, вас, ваша школа. Вы не научили свою девочку относиться к себе, как к женщине. Она не понимает, что ей делать, зачем она сюда приехала, как она здесь будет дальше жить. Ларис, я с тобой не согласна. Есть уроды. Значит, вот получается, что мой бывший, который на меня руки поднимал, после меня он еще добивал своих и продолжает это делать. Это просто такие люди. Это не значит, что я в этом виновата. Вы оба там наколбасили. Что наколбасили? Послушай, ты выходила замуж, когда у тебя было двое взрослых детей. И что? За малолетнего идиота. Какой малолетний? У меня младший был всего на 7 лет. У него на лбу было написано дебил. Ну, Рос, давай сейчас не будем протереть. А тогда почему параллель говорит, что это она притягивает? Потому что у Ирины взрослая мама, которая должна была сказать ей, беги! Маленький ребенок, почему он должен обижать, почему? Ведь от женщины же много тоже исходит. От вас что-то зависело в вашей ситуации? Да. Вы помогли, вы спасли этот брак? Нет, к сожалению, нет. Мне не получилось это сделать. О чем сожалею? В следующем браке будет то же самое. Вы жертва. Тип женщины. Ваша мама жертва. И вы жертва. Вы будете всегда притягивать мужчин, которые будут на вас распускать руки. Ты бы смог поднять на нее? Вы учились. Естественно, нет. Если у вас в Москве ничего не получится, и родственники вам покажут на дверь, что будете делать? Все равно в Москве останетесь или вернетесь? Да, посмотрим. А как сами думаете? Что будете дочери советовать? Где родился, там и пригодился, или будете здесь мыкаться? Ну, вообще-то, где родился, там и сгодился. Конечно. Тихо, тихо. У вас там что осталось? Квартира и дом. Квартира и дом. То есть есть где жить. А здесь у вас, если вы не выйдете замуж за обеспеченного мужчину, который он предоставит вам, вашему ребенку, вашей маме, у вас нет ничего? Ты такой мужчина, который ей нужен, в принципе. Она такая, вроде бы, с Владивостока приехала, но нерешительная. Ира, а чего вы сидите молчите? Ну, я понимаю, Лариса, когда есть это, то действительно это. Правильно я понимаю, что вы сейчас снимаете квартиру? Да, я снимаю. Да, то есть не у родственников она живет, это раз. Значит, денег на то, что она работает, а попади, неплохо работает, раз вам платит, а на квартиру хватает. Ты сама веришь в это? Сколько вы получаете зарплаты? 13 тысяч. 13 тысяч. А они комнату снимают. Зарплата 13 тысяч. А комнату за сколько снимаете? Комната у нас 21. Да. А вот там этот свекор присылает, сколько присылает свекор, Ларис? 50 тысяч. Вот. А кто-то тоже с ребеночком сидит. Вот мама сидит, экономия на няньке. И в перспективе, что вас ожидает старший воспитатель, что вы будете получать 15 тысяч? Сейчас сообразим, сейчас пристроим ее. Главное ребенка тоже любить и все. Чтобы действительно она чувствовала сильное мужское плечо, чтобы действительно она чувствовала защиту. Я абсолютно не вижу никаких перспектив здесь для вас, в отличие от Розы. Потому что Роза считает, что счастье в личной жизни может касаться только ее детей, которые практически ровесники ваши. А другие ничего, и пристроитесь, и подстроитесь, и ничего, что поколачивает, и ничего, что у них... А я так не говорила. Все это не так. Ну, я недословно. Это все не так. Все, мои слова переворачиваешь. Не надо, Ларис, не надо из меня монстра делать. Я считаю, что вы должны поехать туда, где родились, где у вас есть дом и квартира. Вы не беззащитные. Есть органы власти, есть органы опеки. И вы должны бороться. Здесь перспектив нуль. Поэтому я предлагаю вот такую вам историю. Где родился, там и пригодился. А я предложила бы вам, Ирина, пересмотреть свою позицию в отношении к мужчинам вот с какой стороны. Вы в предыдущие отношения вбрасывали слишком много энергии. Уж слишком вы этого мужчину хотели, вы слишком хотели этот брак сохранить. Этим грешат все женщины с огненной Венерой. Кажется, что все можно решить, но только все вопрос какого-то времени или каких-то усилий. Вот, к сожалению, взрослая позиция, к 30 годам человек это понимает, что, во-первых, не все возможно. Не всякого человека перевоспитывать можно и нужно, и это получается. Выходя с посылом «мужчина мой бог, мужчина мой царь», вы опять говорите «я буду за тебя бороться, я буду тебе служить, ты, главное, будь». Я приготовила здесь короны Российской империи, или царские венцы, они правильно называются, которыми короновали русских царей. Вот я бы хотела, чтобы вы выбрали один, представьте себе своего вот этого «царя» в кавычках, и представьте себе, какая корона подошла бы. А я поэтому пойму, мужчину с какими внутренними качествами вы готовы выбрать следующим. И от этого мы будем понимать, готовы ли вы опять попасть в просак, либо все-таки выбор уже правильно сформируется. А получается, что эти короны выбирают по характеру, по своему? Не знаю, понравилось или не понравилось. Удивительно, вы выбрали единственную не царскую шапку, не царский головной убор. Митрополит Никон, она именно ему принадлежала, был удивительным человеком. Выскочка, который из крестьян выбился в очень большие люди, благодаря своей властности и умению завязывать связи с окружающими. Я, с одной стороны, могу сказать, что, в общем, вы на правильном пути и хотите выбрать себе человека, который действительно развивается, который, пускай вышел из очень простой среды, но готов стремиться куда-то выше. Вам нужно мужчину, который не только бы вы, которого хотели, как вы хотели предыдущего, а который также будет хотеть вас и также будет бросать силу, такой же азартный. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Сергей. Вы с Владивостока. Я в свое время приехал сюда, с Норильска. Мы закалены. Думаю, нам будет вместе и все нипочем. Спасибо. Пойдемте знакомиться. Пойдемте. Сергей. 45 лет. Менеджер в строительной компании. Занимается боксом, ведет здоровый образ жизни и любит гулять в лесу. Гордится тем, что бросил курить. Мечтает научиться играть на гитаре. Сергей полтора года ждал возвращения возлюбленной из тюрьмы. Но освободившись, она решила не обременять себя серьезными отношениями. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что это подарок ребенку. Это подарок ребенку. Вы правильно догадали. Тебя как зовут? Денис. Смотри, черепашки тебе. Это тебе корм на первое время хватит. По щепотке через день. Черепашки? Да. Я думаю, уже возраст сильный у него. По разному самому возрасту. Ну, я бы сказала, он такой хороший. И не курит, и спортсмен. Ну, значит, есть где-то подводное течение. Итак, вы влюбились в поручную женщину. Ну, сначала она показалась мне прилично, и все так и происходило. А через сколько ее прорвало, она показалась? Месяца через два-три. Вы поняли, что она алкоголичка? Ну, она сначала, да, так как-то держалась, там чуть-чуть выпила, и там дали больше и больше. А почему от нее не ушли? Нравилось? Сначала, да, влюбился, любил. Потом я не знаю, что произошло. То есть я понимал, что она мне не нужна, но при этом мне к ней тянуло. А зачастую любят за недостатки больше, чем за достоинства. Это так по природе, мне кажется. Посадили ее за что? Ну, там случилась история, как мне потом сказали, что она какие-то золотые изделия у мамы своей свистнула. То есть родная мамашка ее посадила, да? Ну, как бы посадила, ну, как бы написала заявление, в милиции, соответственно, сказали, ничего страшного, попугаемый, и все. Она и думала, что реально до посадки не дойдет дело. Ее приехали, поехали на суд, сейчас тебя отпустят, и, соответственно, ее никто не отпустил. Сергей, да не посадят в фирму за то, что у мамы свистнуло золотые цацки? Ну, за это не сажают. Мама сама потом заберет заявление 10 раз. За что? Я не знаю тогда, вот за что. Ну, что там она в суду начудила, с ребенком. Ну, значит, может, это и за ребенка, потому что она не платила алименты, она должна была платить, потому что в итоге папа ее как бы... Папой к себе его все-таки... А вы присутствовали, или вас уже в ее жизни не было, вот когда ее посадили, и за что? И на суде не присутствовали? Не, на суде не присутствовал, потому что я не знал, да? То есть вы не знаете, за что ее посадили? Точно не знаю, это, знаете, вот такие вот... Дома с такой, да. Хорошо, и сколько ей дали? Полтора года. Вот она и через полтора года... Я ездил туда к ней, соответственно, там, на свидание, посылки посылал. Так жизнь ему не весла, почему он в колонии ждал женщину, которая любительница выпить была, но это подозрительные вопросы. А когда это происходило? Сколько вам было лет? 18? Мне было 40, ну, где-то так, 40. Ну, то есть это было совершенно недавно? Да. То есть вы на пятом десятке не можете объяснить, да, зачем женщину любили, почему в тюрьму к ней ездили? А молодая была? Ну, она молодая была, да, 25 лет. 25? Да. Ну, хорошо. И вот она через полтора года вышла из тюрьмы. Ну, соответственно, я ей, ну, мы с ней созванивались, я ей через интернет купил билет, чтобы она там пришла на вокзал, взяла его и, соответственно, поехала в Москву. Я ее встречал, ну, встретил пустой поезд, соответственно, она никуда не села. Оказалось, она вышла, сразу же напилась и с дальнобойщиками куда-то укатила. Просто развод на деньги был, и все. Просто, чтобы в зоне кто-то передавал передачки, чтобы не было так одиноко, она просто его использовала. А что у вас сейчас есть здесь? Что? Из чего? Квартира, общежитие, где вы живете? Нет, квартиру мы совместно с бывшей женой купили квартиру, мы развелись в 2008 году, и, соответственно, квартира осталась там, там дочка, и вот они как бы в ней живут. Где, в Москве? В Подмосковье. В Подмосковье. Так у вас еще была жена и дочка? Ну, да. А вы к этой пьянице от жены ушли? Ну, мы тогда уже были разведены, я ушел, как бы, свободно был. А от жены почему ушли? Ну, потому что в свое время погулял я хорошо, и до последнего времени я это и проделывал. То есть я поздно мозги включил. Сережа, а ваша жена за что поколачивала-то? Ну, это громко сказано поколачивала. Ну, когда я уходил, день-два меня не было, приходила, она могла в порыве, да, вот она такая была вспыльчивая, могла как-то приложиться. А мне вообще кажется, что вам такие женщины нравятся, а перед вами невеста, Ирина, непорочная, вредных привычек нет, не пьет, не курит. Но мне кажется, что вы с ней заскучаетесь. У меня тебе тоже нет вредних привычек, и я уже включил мозги. Заскучаете, нет? Тяжелый случай, ну что, невеста совсем пригорюнилась, услышала еще про этих двух женщин. Мне кажется, ей достаточно было до страшных историй. Ирина, есть у вас вопрос к Сергею? У меня есть вопрос. Какую корону бы примерили? Ну, я недолго думаю, все-таки... Ну, нравится, вот это, да? Ну, на самом деле, хороший выбор, который вас характеризует, ну, весьма неплохо. Это астраханская шапка первого из династии Романовых Михаила Федоровича Романова, который, в общем, был одним из лучших правителей России, по факту. А вот эту я выбрала. А это корона Российской империи, это Екатерина II, женская корона в этой обойме. И я тоже выбрала. Это мы с тобой. Ну, во-первых, конечно, рост бриллиантов поражает воображение, но Екатерину-то мы не за это ценим, Екатерину Великую, а за то, что она создала условия для развития культуры, науки и вообще выбрала Россию, можно сказать, на мировой уровень. Но надо сказать, что вас выбор астраханской шапки характеризует как человека осторожного, умеренного, недеспотичного, готового прислушаться к окружению. И что самое важное, Михаил Федорович, несмотря даже на козни своих родственников, создал счастливую личную жизнь рано или поздно. Я надеюсь, что вам в конце концов повезет. Тем более у него и возраст 45 лет. Может, он уже начинает переживать, что все-таки надо семью и уже из крайности в крайность начинает. У вас есть три бонуса. Ирина, свидание наедине, семейные традиции и скелет в шкафу. Свидание наедине. Проходите. До свидания. Максим и Сергей. Сережка сколько зарабатывает? Серега сейчас нормально зарабатывает, у него свой бизнес. В месяц сколько у него выходит? Больше ста. Прекрасное создание, как такое можно было бежать? Я хотела, можно еще немножко с темой, хотела поблагодарить за подарок ребенку. Спасибо огромное. Ребенок очень рад, я вижу. А как подбирала с черепашкой? Ну, вы знаете... Можно на ты? Ира. Случайно, спонтанно. Мои друзья всегда говорят, если ты даришь, то даришь что-то необычное. И как-то у тебя голова на это работает. Здорово. Подарок его подобрал, правда, изумительный. Ну, ты могу только предложить совместную аренду жилья и как-то начать с этого. Да, конечно. Каждый кастрюль без накрышечек. Поэтому, ну, будем, как говорится, прикладывать себе, чтобы все было хорошо. Будет все хорошо. Да. Главное, чтобы было что? Желание. А машина есть у нее? Да, машина есть. Во, машина есть. А что? А что, много надо, что ли? Конечно, а на квартиру-то всегда заработают. Вот он заработал на одну, а что он на другую не заработал? Столько одиноких женщин вокруг. Почему один-то? Они умеют искать. Ну, как бы, женщин много, но все женщины сейчас хотят не просто красивого мужчину, а еще, чтобы было с хорошим достатком. Вот, да мужики инфантильные просто. Да нет, да ладно, нет. Да, ну, перестаньте. Все сидят и ждут. Он мне звонит один, мой старый знакомый, все. Говорит, давай поговорим. Вот что поговорим, а? Что, консультата себе, что ли? Ну, нет, бы сказать, там, просто соскучился. Давай там туда, в ресторан сходим и так далее. И вот он со мной какие-то лязьки-мосяськи разводит. Ну, что это такое? Даже с того же меня пота. То есть я правильно понимаю, что пригласить тебя в театр – это лязьки-мосяськи? Да нет, нет, вот как раз в театр бы я пошла, а может быть. А как поговорить? Что по-гальшому, старики, что ли, говорить? Паразитка, а я тебя звала к себе, ты не пошла все эти дни, когда Васька была. Ларишка, я просто засыпаю в театре. А сюрприз, Сереж, приготовили? Да, сюрприз есть. Покажете. Прошу на сцену. Ирина, я знаю, у тебя есть такая мечта – побывать в итальянском ресторане. Вот давайте в такой импровизированной пройдем. А стучи в меня поставишь? Обязательно. Так покушаем. А давай я за тобой поухаживаю. Он покраснел. Ну, все-таки за скромный чём не было. А сам-то какую кухню любишь? Где всеядный. Всеядный – это хорошо. Просто, если что, париться не надо будет. Ну, слава Богу. А то я уже думала, каждый день так в пицце, ну, разоришься. Понравилось? Угу. Вкусно? Да. Вкусно. Спасибо большое. А чё здесь как не выпили? Очень вероятно было. Спасибо. Забирайте своего друга, проходите в свою комнату. Вот, совсем другой человек. Поела. Ваше любимое блюдо какое? Я люблю мамину любимый борщ украинский. Очень. Она очень хорошо готовит. А умеете готовить? Да, я люблю очень готовить. Хорошо готовите? Это моя проблема. Я люблю так много кушать, что с этим… И сладенькое. Очень сильно много. А из депрессии через сладкое, да? Ну да. И не поправляетесь. Ну, стараюсь заниматься, заниматься, заниматься. Очень много качаюсь, поэтому… Могу показать. Раз. О, молодец. Итак, вы ходите в клуб, вы ходите в… Нет, дома мы с ребёнком, у нас дома колесо, тренажёры есть. Фигура хорошая. Спортом занимается. Сынок. Всегда на маму смотри вначале. Тихо, тихо, ребята. На маму вначале смотри. Дочка такой вырастет. Мужчина неплохой, конечно. Но как в дальнейшем? У него тоже жизнь, считай, не сложилась. А вам как? Хороший, очень достойный, очень такой положительный. Видно, что в жизни хорошего мало видел, так как от него энергии. И что к любви он готов. Роза, а тебе как? Мне Сергей нравится. У него такая хорошая черта, он спасатель. Да. А вам нужен спасатель. Согласна. Если, конечно, ну вот разница в 15 лет вас не смущает, в общем-то, то я только за. Мне кажется, с тобой она будет как за каменной стеной. Сто процентов. Вы знаете, у меня есть одна ужасная черта, и мне дети все время об этом говорят. Ты прям, мама, одна знаешь, как правильно и как надо. Вот прям только ты, мама, знаешь, как надо жить. Вот только, мама, вот ты, а вот больше никто не знает. Я говорю, да, я знаю. Вот я знаю. Это, конечно, неправильно. Но я же не идеальная. Вот я все понимаю, что и Сергей не так живет, и вы не так живете. И я понимаю, что я должна допускать, что есть люди, которые живут по-другому, мыслят по-другому. И умом я понимаю, что и судьбы у вас другие. Но мне все хочется дотащить до идеала. И это неправильно. Вот сейчас я беру себя в руки, буду отрабатывать карму, чтобы меня Господь не наказал. Да ладно, ты же не надо. И буду хорошей. Не надо. Поэтому тоже впадаю в прелесть, как Роза, и говорю, ну, хороший он. Конечно, экспериментируйте дальше. Придете к нам года через три. А что у звезды? Звезды говорят, что Сергей человек, способный долго хранить отношения. Но ему действительно нужна женщина очень легкая, вольная. Я бы сказала, несерьезная внутренне. Потому что человек, он хоть и привязчивый, хоть действительно крепко способен отношения держать, но далеко не ангел. Я тут соглашусь, Лариса, прямо далеко не ангел. Один. Столько одиноких женщин, которые хотели... А он один. Ну, о чем-то говорит вам, ребят. Да и будет ему, он заскучает с вами, сойдет с ума. А я, знаешь... И скажу, давай сначала так. Ирин, давай пацана отправим все-таки в Хабар. И у с бабушкой, с дедушкой будет лучше. А с тобой на юга, на лето попробуем. Не будет он заниматься вашим ребенком. Лариса, ты женщина-рентген. Я скажу, что Сергею нужно брать женщину категорически без ребенка. Ему, в принципе, я считаю, что одна из его проблем – это наличие детей у женщин. Своим не занимался. Вот, поэтому есть плюсы, есть существенные минусы. Ирина, я тебе сделаю самосчастливой. Я нагулялся, навеселился, все, я хочу уже спокойно. Дорогая моя, проходите и знакомьтесь со следующим женихом. Здравствуйте, Ирина. Очень приятно с вами познакомиться. Хотелось бы верить, что наша встреча не случайна. Здравствуйте. Сергей, 42 года. Предприниматель. Играет в шахматы, увлекается автомобилями и выращивает в своем саду цветы. Гордится сыном. Мечтает встретить женщину, которая подарит ему дочь. Сергей женился на соседке, которая угостила его малиновым вареньем. Но семейная жизнь оказалась не такой сладкой на вкус. Надеется, что с Ириной он станет счастливым. Ну, красавец, красавец, мужик. Спасибо. Да и вам спасибо, что порадовали глазки. А с кем вы пришли? Это мой друг, моя подруга. Знаем несколько лет друг друга. Очень хорошо дружим. Я считаю, что все равно дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Это либо прошлое, либо настоящее, либо будущее отношение. А что вас связывает с красивым, молодым, здоровым, стройным мужчиной? Я живу в Москве, он живет в Сочи. Мы с ним просто чисто случайно познакомились. У меня произошла авария на дороге. Просто мне снесли бампер. Ну, я сижу на лавочке такая расстроенная, смотрю на этот бампер, думаю, что же мне делать? Подъезжает такой Сергей на такой красивой машине. Говорит, девушка, что же вы стоите? Давайте я вам... Клеился. Ну, не клеился, помог мне. Что прям клеился сразу? Правда произошла такая ситуация. Где в Москве, в Сочи? Нет, в Сочи, прямо в районе Зимнего театра подъезжаю, стоит девушка без бампера. Завтра лечу в Сочи. Привет передать кому-нибудь? Я вас встречу. Это же я говорила. Пришел со своей... Он даже цветы не принес. Он даже цветы не принес. Без цветов как-то, ну, несерьезно как-то. А теперь про малиновое варенье. Вот вы себе живете, можете. И тут соседка. Ну, здесь как озвучили, не совсем соседка. Это по соседству жила, ну, ее мама. Она жила в другом месте. Вы заболели? Я заболел, да. Приболел, простудился. А у вас ни мамки, ни жены, ни любовницы к тому времени не было? Нет, конечно, у меня была мама и все такое. И жена, и любовница? Я жил отдельно от родителей. И как-то она проходит с мамой так мимо. Маму я знал, был знаком. Мы поздоровались. Потом с ней разговаривали. Я говорю, я приболел. Не знаешь, случайно, где здесь аптека есть на районе или нет малинового варенья? Она говорит, есть, но не здесь. На следующий день принесла. Ага, и вот она вам варенье дала попробовать. Ничего там в нее не подмешало? Не думаю. Просто было очень приятно само внимание, что она не осталась безучастной в этой ситуации. Это говорит о том, что человек просто неравнодушный. Послушайте, если бы вы были моим соседом и заболели, я бы вам принесла варенье. Чего бы банки поставила, горчичники, и сама бы стала теплым и живым компрессом на все тело и на всю ночь. Если бы у вас бампер оторвало в районе зимнего театра, я бы наверняка тоже остановился. Котик, ну короче. Вы видите, как он быстро на ведущую переключился от невесты. А расстались когда? Расстались, ну, 7 лет вместе. С ребенком общаетесь? Конечно. Скажите, пожалуйста, Ирина, вот если у вас все сложится, вас будет раздражаться такая дружба? Наверное, нет. Нет? Не будет? Нет. Одной бампер поправил, вторую в аэропорту встретил. Встретил, на пляже там утил. А спит-то дома, правда? Да, спит дома. Вот, спит дома. И если, есть даже такая теория такая, если вот мужчина уходит куда-то, да, к женщине, а если женщина дома выполняет все обязанности, любит, холит, леет, он никогда не уйдет. Даже если он куда-то сходит, он все равно вернется. Как с вашим было, правда же? Вы же все делали по дому, и он никуда не ушел, да? Где ты? Ау, ку-ку. Правильно приходить, конечно же, вот с парнями, как я. Ну, конечно, с друзьями надо приходить. Чтобы не было личных вопросов. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и семейная традиция, что выбираете? Скелет в шкафу. Сейчас застаю пистолет, например, такой крупный. Ой, я прям трепещу уже. Ой, нет, это рамочка такая, сердечко. Что, вы делаете эти рамочки или что это? Ну, расскажите. У меня случай в юности, любимая девушка. Вот, потом как бы мы расстались. Все это было так очень эмоционально на тот момент. Ну, как в юности бывает, это первая любовь. И, ну, впоследствии, через какое-то время у нее родился сын. На данный момент я крестный отец ее сына. То есть сейчас у нас... А на вас ребенок не похож? Нет. Ну, я считаю, все-таки он не готов живиться, потому что, я думаю, не нагулялся он еще. Перед тем, как пойти показать сюрприз, выберите, пожалуйста, корону. Как настоящий представитель знака льва. С мехом. Неплохо, хочу сказать. Это, между прочим, корона, которой короновался Петр Алексеевич, Петр Первый. Так что имеем, во-первых, женолюбие, которое было у него выражено, любовь к веселью, разгулу, но и одновременно стратегические планы, умение настоять на своем. То есть такой царь, который был одновременно и деспотом с Амадуром и пытался развивать страну. Проходите, показывайте сюрприз. Знаю, что вы любите сладкое, Ирина, потому что это будет сладкий сюрприз. Здорово. Ну, может быть, примем участие. Пойдем, малыш? Ну-ка, что-то. Давайте, Ирина, вы будете держать эту конфету, а мы ее соберем. Сюда, мой дружок. Вот так. Давай выберем маме самые вкусные, а потом заберем себе. Клади туда. Медальку не отдавай. Давай я помогу. Она золотая. Конечно, но чуть позже. Ну, какой же это конкурент? Это так. У вас неплохо получается вязать узлы. А конфетку отдадим все-таки сыну вам. Хорошо. Держи, дружок. Спасибо. Спасибо, Сереж. Аккуратненько. Проходите со своей подружкой в свою комнату. Лариса. Удалось что-то увидеть в потенциальном. Зетеське. Да, приятный мужчина. И я вижу, что он очень внимательный. Но как мужчина, это надо еще определить ей самой. У нее прям интерес в глазах появился. Да? Ты думаешь, что она все уже не плачет? Огонек. Хорошо, хорошо, что так. Я боюсь, что участь этих отношений не будет завидной, если Ирина зайдет именно к Сергею Второму. Он человек, в котором нет той самой страсти и желания строить отношения, про которые я говорила бы. Он привык, что это желание высказывают женщины. Он на самом деле привык к женщинам этого типа, ну такого типа, как вы. Я боюсь, что вы будете стараться, а он будет, как ленивый кот, взирать на ваши попытки построить с ним эту самую личную жизнь. Зато не будет пить, не будет бить. Зато будет такой лоскунчик. Будет изменять. Да, будет изменять, не будет учитывать интересы. Но всегда будет отказываться. Говорит, нет, милая, тебе показалось. Я тебе говорила, опасно мне всегда идти с тобой. Все будут думать сразу что-то. Надо было что-то. У вас еще есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Добрый день, Ирина. Когда я увидел ваши фотографии, мне захотелось сразу ехать, покупать билеты и сразу приезжать в Москву, чтобы с вами познакомиться. Это вам, маленький брезентик. Спасибо. Очень приятно. Игорь, 33 года. Главный энергетик в исправительной колонии строгого режима. Увлекается рыбалкой и ведет строительство собственного дома. Гордится своими крестницами и мечтает о доброй жене. Игорь постоянно прощал своей супруге за гулы и измены. Но решение о разводе принял лишь после того, как ее родственник поднял руку на его мать. Надеется, что Ирина – миролюбивая женщина. Здравствуйте. Я не знаю, что там произошло, увидел скандал. Но так как я все-таки считаю себя мужчиной, который не только бы заступился за свою маму, супругу, но за любую женщину. И супруга приняла сторону своего брата и разъехались в разных направлениях. Сколько вы к тому моменту уже прожили вместе с вашей супругой? Ну, где-то 4,5 года. Дети есть? Дету. Мне кажется, серьезный, представительный. Вот он тоже такой, знаешь, какой-то депрессивный, мрачноватый. Ей надо более веселого мужчину, чтобы он ее развеселил. Мало того, после всей этой заварухи ваша жена села в машину своего брата? Ну, не села в машину, она просто со своими родственниками уехала. И не объяснила? Нет. И по сей день тайна? Или просто не хотите ее рассказать? Да, как бы тайны никакой не было. Просто как бы старался жить для нее всегда. Вы для жены? Да. Она любила шить. Открыл ей портное. Все сделал для того, чтобы было хорошо. Ну, вот просто не сложилась судьба. Это была последней каплей или она была первой и последней? Ну, первой и почти последней. Мы пытались сходиться, но... То есть на ровном месте возникла вот эта история. Хорошо. А если бы жена повинилась? Если бы брат извинился перед вашей мамой? Ну, нет. Его уже ничего не оправдывают в этой ситуации. А вы работаете электриком? Вот я продолжу. Нет, я главный энергетик. А, энергетик. Тогда я понимаю ваш дом в 160 квадратных метров. Вы где сейчас живете? Ну, вот на одном участке с родителями. Нет, так где территориально? Город Батайск. Это пригород Ростова-на-Дону. 5 километров от Ростова-на-Дону. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Боже мой. Это такое гнездо, да? Рядом с родителями, я мечтаю. Женщины сейчас очень сильно на брюлики покупаются на все. С Ириной по определению не может возникнуть такого конфликта. Ни ее мама зашуганная никогда в жизни. То, что не обидит вашу родню, не откроет рта. Ни Ирина. То есть здесь будет тишь да гладь. Здесь будет абсолютно уважение и почтение. Но сахарный диабет не начнется у вас вот от такого уже смирения? Нет, не начнется. Как бы все равно слежу за собой, приходится посещать. Я имею в виду морально. Морально нет. То есть вам нравится, да, вот когда женщина так покорна? Ну, все-таки у каждого должно быть свое мнение. И каждый должен в семье, обо всем надо разговаривать. И все-таки приходить к общему. Вы хотите детей? Да. Игорь? Да. Это тебе не конкурент. Да. Ты постоянно не с ним вообще. Хороший вы парень, Игорь. Вот прямо, вы знаете, боюсь гладить. Вы тоже достойны себе. Просто, тем более, услышав ее историю, действительно, Ирине нужен мужчина, который смог защитить и ее, и ее ребенка. Чтобы никто не смог ни обидеть, ни огорчить ее. Да, я, конечно, поменяла здесь сразу свое мнение. Мне казалось, что абсолютно ваша попытка найти свое счастье на сегодняшний программе бесперспективна. Потому что... Здорово. Да. Да, и с каждым новым женихом я понимаю, что все-таки, как я не права, и как я ничего в жизни не понимаю. Ты готов ей предоставить светлое будущее? Ну, если все срастется, почему нет? Осталось жениху выбрать корону. Самому себе. Ну, конечно, вот его. Вот зырк, кто не выбрал. Удивительно. Вы выбрали еще одну женскую корону в этом наборе. Корону Анны Иоанновны. Она удивительным была человеком. С одной стороны, достаточно умным от природы. С другой стороны, не получившим достаточного воспитания. И, в общем, свое царствование проведшим, ну, без большой пользы для страны. Скорее, для личной пользы. Это, в общем, вас характеризует как человека, готового к браку, но не совсем. Я бы сказала, что еще нужно немножко времени, немножко какого-то осознания для вступления в брак. Вот вместе и будете осознавать. Да, согласен. У вас остался еще один бонус. Есть семейная традиция? Есть, конечно. Поделитесь. Ну, каждый год в Ростовской области есть такое замечательное место. В полях, где растут дикие тюльпаны. Посмотрите. Да. Это вот как раз. Это вот сколько видишь, вот везде дикие тюльпаны. И мы родственниками, кто может приехать. В этот период, это апрель-май. Выезжаем, устраиваем по сиделке пикник с самоваром на дровах. Чай пить, а мангал. Слушайте, это какая-то необыкновенно красивая традиция. Я за семь лет, да, мы такого еще не видели. Красота. А я каждый год, Новый год, я не сказал, езжу к маме в Иркутск. Это не обсуждается. Покажете сюрприз? Да. Вам невеста нужна? Да, конечно. Можно вас попросить? Так как я привык всегда чем-то удивлять, и так как ваша фотография мне очень понравилась, мне ничего не оставалось, как своего очень хорошего друга попросить нарисовать этот замечательный портрет. Спасибо. Спасибо вам. Как вы еще приехали с ребенком, и как эта частичка ваша, я тоже все-таки хочу подарить ему подарочек. Такой небольшой презентик. Сынок, иди сюда. Держи. Спасибо. Радость. На руку пожми. Пожми. Тут как тут. Ага, да. Спасибо. Проходите в свою комнату. Проходи, бабушка. Софья, что скажете? Мне этот мужчина очень понравился, мне кажется, он достойный. Во-первых, от него чувствуется уверенность, и вот мужественность. А Лариса что скажет? Да, мне тоже понравилось. Во-первых, он и детям отношение какое-то есть. И если в дальнейшем у них дети еще будут... Я очень рада. Ирина? Да. Мне очень понравилось. Да, да, да. Ну, думаю, это заявка на фазе. Ну, потому что он показал себя, и действительно Ирина очень прекрасная девушка. Понравилась. Очень понравилась. Фулл света обойдете, такого не найдете. Станьте сами собой. Вы женщина, которая родила ребенка. Взрослая, вам четвертый десяток. Иначе уведут. А жених потрясающий. Потрясающий. Ну, вот это как раз разговор о том, насколько мужчина готов жениться. Не только по возрасту. То есть вот те самые три ключа. Главный энергетик, пожалуйста, один. 160 квадратных метров. Плюс мне очень нравится, что с родственниками. То есть рядом родители. Как родовое гнездо. Значит, семья важна, традиции, все остальное. Ну и, соответственно... Но мамочка должна вернуться к своему. Да, ну мам, конечно, будет. Будет приезжать так, тещенька, так, как говорится, на блиночке. Или вот тот, когда тюльпаны зацветут, вот тогда милости просим. Вторая, если нет, все-таки, строительство дома должно быть. Как бы все-таки и по карьерной лестнице надо двигаться дальше. Ну, правильно. И чтобы она была рядом со мной, очень защищенная. Вы можете пока посоветоваться. Мы тоже пока отдохнем. Ну, ну что? Последний хороший. А? У нас второй сергей. Кто тут интересен? Первый, первый. Первый, спокойно. Первый, ну, да, спокойно. Блин, она классная. Выбери меня. Ларис, кому посоветовали? Ну, посоветовала я, ну, Сергея. Сергея какого? Первого? Второго. Почему? Вот, ну, как-то, ну, моя точка зрения, я поняла, что неправильная. Почему? Как-то он ярко выражался так. Ну, наверное, я сама таких люблю. Сергей, она должна тебя выбрать, что ты не зря приехал в Москву все-таки из-за нее. А для жизни? Для дочки? Ну, для жизни, честно сказать, более предпочтение, конечно, к Игорю. Почему? Потому что он за ним, как будешь, как за каменной стеной. А тогда, если, как за каменной стеной, тогда почему Сергея Сочинского? Нет, просто я, я по-другому говорю. Я просто сказала, я говорю, как-то он более приятный. А она говорит, ну, понимаешь. Вы теперь поняли сами, почему у дочки в жизни ничего не складывается, почему не советчица вы, почему она своей бедой к вам не бежит. Потому что вы ей ничего не можете, потому что вы сами порхаете по жизни, что вы можете дать дочери. А вы что скажете, Софья? Ну, я считаю, что Игорь. Я не знаю, Сергей, мне кажется, совершенно не подходит. Я, конечно, за Игоря. Ради вас приехал, готовился, увидел. Так что это уже большой плюс. Если ко мне зайдет, я думаю, конечно, выйду. Можно было бы выбрать, на самом деле, первого Сергея. Но, увы и ах, я не рекомендовала ему выбирать женщину с детьми. Я считаю, что ему нужно начать следующий свой личный роман с нуля. Без вариантов, как хотите, я уйду с ней. Я думаю, вы знаете, к кому пойдете. Нас послушали, а теперь слушайте свое сердце, оно вас не обманет. Идите туда, куда оно вас позовет, мы вас поддержим в любом случае. Ты мне не нравишься. Ну и что, что не нравишься? Зато ты мне нравишься и твои деньги, и твои связи. Я предлагаю всем выйти и поддержать Ирину. Очень рада. Я тоже рада. Я думаю, вы сделали очень правильный выбор. Здорово. Полетим дальше? Да. Я очень рада. Правда. У нас есть пара Игорь и Ирина. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожениться. Рада за вас. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова